Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара объект 704. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео, но не оформил подписку, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вы очень сильно поможете мне этим действием развивать мой канал, развивать мое детище. Ну а для вас эта подписка, как я уже говорю, ничего не стоит. Ровным счетом ни гроша. И мешать, в принципе, вам в списке подписок тоже не будет. Поэтому заранее вам огромное спасибо за то, что оформили подписку. Итак, ребятки, на обзорчике у нас сегодня объект 704. Это проходная машинка, но для многих эта машинка остается в ангаре, как один из фановых танков. Что можно о ней сказать? Это последняя ступень перед 268 объектом. Для кого-то очень желанной машинкой в ангаре. Что можно сказать о орудии данного объекта 704? Орудие данного объекта 152 миллиметра и, соответственно, 640 единиц урона, 135 единиц пробития, 13 секунд перезарядки. И где-то, ребята, я это слышал, и где-то я это слышал, где-то вот здесь я вот подобные циферки слышал. И где-то я слышал и еще вот здесь подобные циферки. Ну, короче говоря, орудие, как для девятки изначально, оно крайне унылое. Ну, вот прям от слова совсем. Что же касается вот этого орудия. 152 миллиметра БЛ-10. Заметьте, данное орудие, оно есть на восьмерке, предшествующей объекту 74, в виде топовой альтернативной пушки. Я лично себе ее выкачал, и на ИСУ-152, ровно как на ИСУ-152 выкачать восьмерку в виде альтернативной пушки легче, чем прокачивать на самой ИСУ до восьмерки. Точно так же на ИСУ-152 на вот этой вот пушечке легче выкачать здесь альтернативное орудие, чем на девятке выкачивать вот здесь орудие. Соответственно, мой вам совет на ИСУ-152, не поленитесь, если ИСушка вам зашла, выкачать топовое десятое орудие. Ну и, соответственно, когда вы откроете себе уже объект 704, вы будете иметь сразу топовую пушку. А она, как мне кажется, более играбельная. По характеристикам пушки, 640 единиц урона. У ВНчики, как обычно, 6 и не очень комфортно, но она более бронированная, и тут уже немножко полегче. Есть 286 единиц пробития брони, а это очень хорошо, в принципе, на девятом уровне достаточно. Время перезарядки 13 секунд, но в целом терпимое, благодаря, опять-таки, наличию хоть какой-то брони по сравнению с предшественниками. То есть переживать процесс перезарядки вам уже становится гораздо легче. Урон в минуту практически 3000, я считаю, довольно неплохо. Время сведения заценим в бою, ровно как и разброс на 100 метров, потому что цифры цифрами, ну а реальный бой реальным боем. Итак, ребятки, быстренько закатываемся из ангара в замес и смотрим, что вам несет собой объект 704, когда вы его откроете. Если вы на предыдущем уровне, как я уже говорил, не поленились открыть себе альтернативное топовое орудие. Тогда к вам в руки попадет вот такой вот объект с вот таким вот орудием, с немножечко другой подвижностью, безусловно, потому что у меня открыт все-таки альтернативный двигатель и альтернативные гусенички, но в целом танчик плюс-минус нормальный. Смотрите, двигается данная ПТшка, это первое, что мы заценим, довольно бодренько. На горочку поднимается, в принципе, тоже довольно неплохо, согласитесь, но ничем не хуже, чем средние танки. Что касается вот этой вот подвижности вправо-влево, машинка ведет себя вполне адекватно, и сказать, что ее не хватает, я не могу. То есть подвижности, в принципе, как для ПТ, вполне достаточно. Что касается разброса, ну вот он, разброс, вот такие вот танчики вам на большом расстоянии. Что же касается точности, ну я бы не сказал, что данное орудие, оно, ну прям блещет на дальних расстояниях своей точностью. Здесь врать не буду. Мне, честно говоря, точности орудия в стрельбе немножечко все-таки не хватало. Вот как-то слишком часто получается так, что танк вроде бы находится полностью в кругу твоего сведения, да, твоего прицела, но снаряд все равно как-то умудряется постоянно пролететь не туда, куда ты целишься. То есть, ну, крайне далеко от центра летят снаряды. Довольно часто. Бывает такое, что ты сам удивляешься, вроде бы стреляешь и попадаешь прямо, ну, в такой пиксель. Ну, аж удивительно. Возвращаясь к подвижности, смотрите, мы там постояли, я для себя понял, что ловить особо там нечего и решил переметнуться к нашим ребятам сюда, потому что там сейчас доедают наших ребят, которые заехали на горку, решили дальше не ехать, ну, в общем, уперлись во врага, постояли, ну и начали сливаться. Сейчас мы на авось кинули, вот просто на авось без полного сведения и, заметьте, мы попали на 600 с копейками урона. По-моему, неплохо. То есть, вот так вот как-то абсолютно рандомно данная пушка, то она при полном сведении и прям вообще трясущихся руках до малейшего пикселя выцеливая врага сандалит непонятно куда, то она просто наугад, вот просто берет и наносит урон без сведений, без ничего. Ну, в общем, пушка такая, знаете, из разряда как бог пошлет. Что же касается живучести машинки. Вот сейчас мне не повезло тем, что я выперся просто вот отхватить в бочину от вот этого товарища АМХ-50Б и это, в принципе, стало роковым событием в данном бою для машинки. Если вы играете от морды, то, в принципе, шансы танковать у вас довольно велики. Очень часто эта машинка ловит непробитие, но и, соответственно, радует вас тем, что ее не выносят в ангар, ну, прям сразу, в отличие от всех предшественников по данной ветке. Что касается результатов по данному бою. Результатов по данному бою особо хороших я не жду, но и, честно говоря, это не является прям вот статистикой данной машины. Данная машинка, безусловно, очень часто отыгрывается гораздо лучше. Она до сих пор находится у меня в ангаре, я до сих пор получаю удовольствие от того, что выкатываю ее периодически, но и думаю, что вам она тоже удовольствие доставлять будет. Сейчас посмотрим результаты боя. Я сомневаюсь, что мы выполнили нашу задачу в отношении нанесения урона. Как я говорю, главное в бою нанести урона не меньше, чем ты сам весишь. 1192 урона на то, что наша машинка сама имеет прочность 1750. Соответственно, мы недовыполнили нашу задачу, но в целом, я думаю, что как минимум данный бой показал вам подвижность данной машинки, ее возможности перемещаться по карте, занимать новые позиции, подтягиваться к своим союзникам, перемещаться к ним в случае необходимости убежать с какого-то направления и так далее. То есть, хоть что-то данный бой нам показал. Сейчас зайдем во второй бой, попытаемся отыграть здесь на линии третьей, хотя на таких картах отыгрывать третью линию очень сложно, потому что, как правило, все противники где-то там мансят между домами, но в общем, в любом случае, приходится где-то как-то с ними сближаться. Но попытаемся. Идея по поводу того, чтобы поехать и взять поле, мне, честно говоря, не сильно нравится. Я все-таки поеду с ребятами вот этими и попытаюсь встретить три ТТ, которые будут. Потому что мне кажется, что если вот так вот поехать в поле, имея три тяжа в команде противника, команда противника просто обойдет вас по данному направлению, заедет вам где-нибудь в бочину, либо тем более в тыл, не дай бог, ну и, соответственно, будут вас просто разбирать с двух сторон, а вы будете стоять и пытаться отстреливаться, но это прямая дорога в ангар. Так, попытаюсь я немножко как-то вот так вот, прячась от засветов, отыгрывать. Не знаю, даст ли это какие-то прямые результаты. И сразу прячемся, дабы не отхватывать, все-таки имея в прицеле не сильно подвижную ПТ-шку в выборе между нами тремя, мне кажется, что противник с удовольствием выбрал бы именно нас, как мишень. Итак, возвращаясь к самой машинке, хотелось бы сказать следующее. Машинка, она кардинально отличается от тех, кого вам придется катать уровнями ниже. Потому что, оставляя в этой машинке всю ту же самую подвижность, которая была на технике уровнями пониже, разработчики добавили в эту машинку еще и брони. Соответственно, ну, чувствует себя машинка в бою сразу гораздо бодрее. Что же касается углов наводки, ну, вот они. В принципе, на каких-то не сильно больших подъемах особого дискомфорта не чувствуется. Но стоит вам выехать куда-нибудь прям вот в такое вот и уже не дотягиваете от слова совсем. Сейчас были шансы вынести этого Е50. Единственное, что они были бы, если бы углы наводки были немножко поприятнее. Сдаваться мы не будем, будем танковать до последнего. Хотел зажать АМХ, да не вышло. По подвижности машинка довольно неплохая и крутить ее сложновато. Ну, нам же плюс-минус удобно мансить, но и пытаться как-то не давать себя пробить. В общем, ребятки, если кратко по данной машинке. Я, наверное, скажу все то же самое, что говорил про машины на предыдущих левелах. А именно то, что данная машина все-таки не совсем терпит агрессивной игры. Объект 268, он, конечно, уже будет покруче в этом отношении. Заветьте, даже в таком вот никудышнем бою 2000 урона мы нанесли, а значит свою программу минимум мы выполнили. Мы заняли в своей команде, отметим, первое место по урону. И мне почему-то кажется, что если бы не вот эти вот трое ребят, которые практически ничего не сделали, возможно не смогли, возможно не умеют, это уже вопрос третий, мы не будем их осуждать. Но факт остается фактом. Самый маленький урон, который был у противников, у ИСа третьего на самом последнем месте по результативности, это 756 единиц урона. А 756 единиц урона это выше, чем вот эти вот трое товарищей, которые играли вместе с нами. Ну а соответственно, я думаю, что если бы вся команда нормально отыграла, и вот такие вот цифры какие-то повыдавала по урону, соответственно победа была бы явно за нами. Мы же сделали для боя все, что смогли. И эта машинка может, и она может больше, и она очень уронная, и она очень комфортная по передвижению. Ну в общем, мне машинка очень-очень быстро припала к сердцу, я ее оставил у себя в ангаре, чего и вам желаю. А на данный момент у меня все, всем всего хорошего, всех благ. Играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарен, до встречи в боях, всех благ и мира вам.